Накануне в городском ОМВД чествовали семьи белгородских полицейских. Помимо теплых слов, каждая пара получила в подарок букет ромашек. Какие они сотрудники органов внутренних дел и дома, и на службе, расскажет Диана Калединова. Брак у семьи Черемисиных 5 лет. Оба супруга полицейские. Ольга – следователь, а Игорь – инспектор отдельного батальона дорожно-патрульной службы. Знают друг друга с университетской скамьи. Сейчас воспитывают трехлетнюю дочь Софию. Познакомились на первом курсе Белгородского юридического института. Там сразу как-то понравились друг другу, полюбили. После чего стремительный роман у нас превратился, закончился красивой свадьбой. Самое главное – это в семье должно быть уважение, понимание, любовь всегда царить. Доверие. Мир, уют. А это самая многодетная семья полицейских – Мортышовы. Владимир – госавтоинспектор, а Юлия – домохозяйка. У них пятеро детей. Самому старшему Саше – семь лет, а младшим двойняшкам – Владиславе и Мирославе – по два года. За девять лет совместной жизни супруги научились уважать и ценить друг друга. В каждой семье должна быть любовь и верность, и понимание. И главное – в каждой семье должно быть терпение. Потому что в жизни можем столкнуться с разными трудностями. И будет тяжело. Всегда будет непросто. Что-то становится на нашем пути, какие-то препятствия. Но нужно через них переступать. И главное – держаться за руки и быть всегда вместе. Круглый стол под названием «Ромашка любви и верности» провели на базе городского ОМВД. На встречу пригласились шесть семей сотрудников органов внутренних дел. Также была организована выставка рисунков детей полицейских. Евгений Гаенко, начальник полиции, поздравил собравшихся с праздником. Для этих семей особо актуальна проблема сбережения семейного очага. Именно потому, что мы находимся большую часть времени вне своих семей, вне своих детей. И очень важно после тяжелой работы, после сложного дня прийти домой и там почувствовать тепло общения. Хотел бы поздравить всех, в первую очередь наших половин, наших жен. Спасибо за то, что они ждут, нас поддерживают. И, наверное, дают нам силы для того, чтобы обеспечивать правопорядок на благо родного Белогория. Среди приглашенных – Владимир Капица, член общественного совета при городском ОМВД, с супругой Валентиной Анатольевной. Они вместе прожили 45 лет. Молодым семьям пара дала советы и наставления о том, как сохранить домашний очаг. Также на встрече присутствовал отец Георгий, священнослужитель, клирик Преображенского кафедрального собора. Он рассказал собравшимся об истории праздника, его значении в современном мире, а также о семье как главной ценности каждого человека. Без крепкой семьи не может быть крепкого государства, когда в семье есть понимание, когда есть любовь между людьми, есть самопожертвование. Без самопожертвования не может быть так же любви. И мне очень отрадно, я думаю, что каждому человеку приятно то, что у нас возрождаются вот эти традиции, когда семья ставится на первое место. День семьи, любви и верности в России отмечают с 2008 года, в День памяти православных святых Петра и Февронии Муромских. У молодого семейного праздника есть нежный символ – ромашка и памятная медаль за любовь и верность, которая вручается в торжественной обстановке каждый год 8 июля. Диана Калединова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.